Фотоимпакт После активации инструмента вокруг текста или другого объекта образуется рамочка с опорными точками на углах и по периметру. Это своеобразные рычажки, при помощи которых можно изменять геометрию объекта. Для перемещения объекта кликнем внутри рамочки левой кнопкой мыши и не отпуская ее переместим наш объект. Возвратим все обратно, изменяем размер. Если стоит замочек, то трансформация будет происходить соблюдая пропорции объекта. Потянем средний маркер вверх и вот мы видим, что оно изменяется со всех сторон. Теперь нажмем на замочек, откроем его, чтобы изменить размер. И подтянем теперь также верхний маркер. Трансформация будет происходить по вертикали. Теперь вбок трансформация будет происходить по горизонтали. Если при перемещении средних маркеров на клавиатуре нажать кнопку «Контур», изменение высоты или ширины будет происходить одновременно с противоположной стороны. Нажмем кнопку «Контур» и подтянем вверх. Это будет по вертикали изменение. Также нажимаем по горизонтали кнопку «Контур» и тянем. Откроем вкладку «Наклон». Подведем курсор мыши к маркеру угловому и наш курсор примет вид крестика и на углах получится треугольничек. Удерживая нажатую левую кнопку мыши, наклоняем нашу рамку. «Вверх» и «Вниз». «Перспектива». Если требуется создать впечатление, что наш объект расположен на некотором отдалении, нам поможет команда «Перспектива». Когда вы перетаскиваете угловой маркер, то противоположный маркер будет двигаться в обратном направлении. Вот так. Мы можем перемещать вертикально и горизонтально противоположные углы в разные плоскости. По вертикали. Также по горизонтали. «Искажения». «Растягивание объекта по всем направлениям». Искривляем изображение в любую сторону. Углы при этом двигаются независимо друг от друга. Функция хорошо подходит, если нужно растянуть или сделать перспективное искажение объекта. Откроем вторую кладку. «Свободное вращение». Метод поворота изображения несколько отличается от метода изменения формы и размеров. Вместо перетаскивания маркеров, следует вывести курсор мыши за пределы габаритной рамки. При этом вы увидите, что курсор превратился в изогнутую линию с маленькими стрелками на обоих концах. После этого нажимаем левую кнопку мыши и не отпускаем курсор, делаем поворот нашего изображения или объекта. Если перед поворотом мы нажмем «Shift» на клавиатуре и не отпуская его, то рамка начнет поворачиваться на фиксированный угол 15 градусов за одно движение мышки. Если мы внимательно посмотрим центр габаритной рамки, мы заметим небольшой символ в виде кружка. Этот символ представляет собой центр трансформации. Поэтому, если мы будем передвигать наше изображение поворачивать, оно будет передвигаться согласно центру. Можно изменить центр трансформации, навести левую кнопку мыши курсора на кружочек и не отпуская перевести наш центр трансформации слева вверх. Теперь возьмем маркер и начнем поворот. Мы увидим, что трансформация происходит согласно нашего заданного центра трансформации. Существует несколько готовых вариантов, вращения которых доступны через само свойство компонентов. Изменим размер. И вот они. Поворот влево на 90 градусов. Поворот вправо на 90 градусов. Развернуть на 180 градусов. Отразить по горизонтали. Отразить по вертикали. Это угол поворота. Стоит 10 градусов влево. И вправо. Дальше свойства поворота копии. По часовой стрелке. И против часовой стрелки. Угол трансформации происходит на 10 градусов. Так как угол поворота стоит 10. Поставим 45 градусов. Теперь копия будет поворачивать на 45 градусов. Влево или вправо. Все. На этом мы закончили изучение инструмента Тул Панели. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует.